Привет, друзья! Ну что ж, продолжаем решать тригонометрические уравнения. Я надеюсь, пока что нам это еще не надоело. Ну и давайте-ка сегодня рассмотрим вот такой вот пример. 2 плюс косинус х, это у нас будет пусть 2 тангенс х пополам. Сразу же, первая проблема, которая бросается в глаза, это то, что аргументы у нас разные. Здесь х, а здесь х пополам. Ну, одним из способов избавиться от такой трудности является вот такое выражение. Запись косинуса через тангенс половинного угла. Давайте-ка запишем. Плюс тангенс квадрат х пополам. Подставим его вместо косинуса. 2 плюс 1 минус тангенс квадрат х пополам делить на 1 плюс тангенс квадрат х пополам. И это у нас 2 тангенс х пополам. Ну вот так вот мы избавились от этой проблемы. Теперь у нас одна функция одного и того же аргумента. Переносим все влево и складываем. Общий знаменатель 1 плюс тангенс квадрат х пополам. Здесь двойку придется домножить на знаменатель. Будет 2 плюс 2 тангенс квадрат х пополам плюс 1 минус тангенс квадрат х пополам. А здесь переносим и домножаем на знаменатель. Что будет? Минус 2 тангенс х пополам минус 2 тангенс аж целый куб х пополам. И равно это все нулю. Ну отлично. Никаких опасений не должен вызывать этот знаменатель. Нулю он не может быть равен, поэтому искать значение тангенсы данного, при котором этот знаменатель равен нулю, бессмысленно. Он никогда не равен нулю. Единица плюс число положительное, квадрат число положительное. Не равен нулю, поэтому он нас в принципе интересовать не будет. Мы будем рассматривать равенство нулю только числителя. Поэтому давайте-ка мы эту распрекрасную формулу удалим отсюда. И перепишем числитель, немного его, как говорится, причесав. Кстати говоря, домножим левую и правую часть на минус единицу, потому что возле старшей степени у нас минус, а минус мне не нравится, будет 2 тангенс куб х пополам. 2 тангенс квадрат минус 2, минус тангенс квадрат это просто тангенс, поэтому минус мы на минус 1 домножаем, минус тангенс квадрат х пополам, минус 2, то есть плюс 2 тангенс х пополам, плюс 3, минус 3 и равно нулю. Вот такое вот у нас чудо получается. Давайте-ка теперь сделаем наше любимое дело. Замена. Получается полином третьей степени 2т куб минус т квадрат плюс 2т минус 3, равно 0. Вот это еще одна проблема. Вот в принципе в чем и заключается главная трудность данной идеи, данного подхода к решению уравнений. У нас получается кубическое уравнение, а в принципе в школьном курсе мы не сильно хорошо подготовлены к решению таких уравнений. Ну да и ладно, придется учиться. Можем его, например, это выражение разложить на множители. Вот таким вот способом попытаться. 2т, может нам повезет, 2т куб минус 2т квадрат, да? Тогда плюс т квадрат минус т, да, представить таким образом слагаемый, и плюс 3т, получается, остается минус 3, равно 0, так? Тогда сгруппируем их вот так. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. И повыносим за скобки общей множители. 2т квадрат в скобках т минус 1, здесь т в скобках т минус 1, плюс 3 в скобках т минус 1, равно 0. Видите, общий везде множитель т минус 1. Т минус 1 выносим за скобки снова, в скобках остается 2т квадрат плюс т плюс 3. О, отлично! Нам повезло, это всего лишь только потому, что нам повезло, нам не пришлось решать кубическое уравнение в общем виде, нам не пришлось применять теорему Виета, подставлять какие-то корни, искать целые, так, потом теорему Безу. Хотя мы, в принципе, могли бы это сделать. Ну, ладно, давайте-ка сделаем так. Так, это как-нибудь в следующий раз с вами рассмотрим, как это можно было бы сделать более, более так, математически сложно. Ну, хорошо, первый корень у нас какой будет? Единица, очевидно, этого множителя. Так, если приравнять 0т минус 1, то т равно 1 корень, так. А второй, давайте посмотрим на дискриминант. Единица минус 4, 8, 24. А, так это меньше нуля, значит, действительных корней нет. Вот он, единственный корень. Следовательно, тангенс х пополам равен 1. Ну, тогда несложно догадаться, что х пополам, это у нас π на 4, тангенс π на 4 равен 1 плюс, ой, какое я хотел совершить преступление, плюс πk. k является некоторым целым числом. Ну, умножим две части, обе части, правую и левую, на 2. У нас получится единственная серия действительных корней на 2 плюс 2πk, где k принадлежит z. Вот так вот, дорогие друзья, вот она наша серия корней данного уравнения. Ну, хорошо, можно было бы сказать, что этот способ достаточно сложный. Почему? Потому что приходится решать две проблемы. Приходится, во-первых, искать запись для косинуса соответствующую, так, чтобы перейти к одному аргументу одной функции. Ну, а во-вторых, еще более сложная проблема, например, для школы достаточно сложная проблема, это решение кубического уравнения. Это нам здесь повезло так найти разложение, а если бы это было не так, мы не нашли бы этого разложения, что тогда? Пришлось бы решать кубическое уравнение в общем виде, а мы формулу кардана не знаем в школе. Хорошо, хотя, в принципе, это видео не предназначено исключительно для школьников, поэтому в каком-то другом случае мы обязательно это все-таки сделаем сами. Мы уже в одном из прошлых наших разговоров о формулах кардана и о подстановках соответствующих все обсудили и поговорили. Так, ну, можно было, может быть, это сделать и проще, например, косинус можно было привести к тому же аргументу следующим образом. Можно было его вот так вот представить, косинус квадрат х пополам минус синус квадрат х пополам. Так, а тангенс, тангенс х пополам можно было представить вот так, синус, косинус х пополам. И вот снова у нас возникают одни и те же функции, одни и те же функции одного и того же аргумента. Вот наши прекрасные зрители, друзья наши, любители математики Могут это самостоятельно попытаться сделать Вот таким вот способом Хорошо, думаю, что все было на сегодня понятно Все достаточно просто И относительно, относительно просто, конечно Ну, поэтому на сегодня достаточно До следующих встреч, пока-пока